отсюда именно из этой точки великий и могучий советский союз диктовал свою волю треклятым капиталистам я вам покажу кучкину мать советский союз распался треклятые капиталисты живут и здравствует впрочем сегодня об этой точке поговорим 29 августа 1949 года ссср провел первое испытание атомной бомбы на секретном полигоне в семипалатинской области казахстана через несколько дней 3 сентября самолет метеорологической разведывательной службы сша взял пробы воздуха в районе камчатки американские специалисты обнаружили изотопы которые подтвердили ядерный взрыв был произведен советский союз вторым в истории человечества стал обладателем ядерного оружия основной состав которого и начали размещать на западных рубежах беларусь естественно не стала исключением 21 августа 1959 года был сформирован 249 ракетный полк 32 ракетной дивизии войсковая часть 23 463 с позывным эскадры за два года до этого в лесах южнее полоска началась подготовка к строительству сверх секретной воинской части вырубали лес и подготавливали площадки для ангаров возводили казармы инженерные валы заграждения они на ваших экранах прорубили просеку длиной 6 километров для будущей дороги состояние ее и в наши дни остается очень даже приличным несмотря на отсутствие твердого покрытия жители близлежащих деревень конечно знали о существовании воинской части но вовсе не догадывались какое оружие здесь стоит на боевом дежурстве за колючую проволоку и контроль на следовую полосу естественно ни один гребник не рисковал перейти могли подстрелить хотя по пьяни иной местный и мог заголосить если надо нападить нам гамон у нас же ядерная ракета стоит в различные годы на вооружении состояли ракеты р-12 р-14 комплексы пионер на базе масс 547 комплексы горн штат военнослужащих в среднем офицеров 223 сержантов 215 солдат 1018 всего около полутора тысяч человек помимо основного внешнего периметра сама войсковая часть 23 463 была разделена на три уровня допуска самую секретную и охраняемую зону там где непосредственно располагались ядерные ракеты могли попасть только военнослужащие с особым допуском и только офицеры конец восьмидесятых годов на территории беларуси находится 1180 ядерных боезарядов ссср прогибается от сильнейшего экономического и политического кризиса да и американцы оказались не такими уж страшными соответствии с договором между ссср и сша ликвидации ракет средней и малой дальности восемьдесят девятом году войсковая часть по звеным эскадра была расформирована спустя некоторое время снято и охрана объекта началось мародерством провода драли тракторами из-под земли выносили оставшиеся оборудования резали трубы и батареи разбирали здания на добротный кирпич повезло не пригодились ракеты при союзе зато эскадра точно принесла пользу жителям близлежащих деревень последний шелон ракетных войск стратегического назначения покинул республику беларусь в ноябре 1996 года оси все опошни российская ядерная ракета покидает территорию беларуси с этой часу будем жить без ядерной погрозы алле и без ядерного зонтика что лепш покажет час а вот все что осталось от кпп некогда бывший секретной воинской части но это одно из самых наиболее лучше сохранившихся зданий ввалившийся у нас лестница на второй этаж вот пожалуйста перекрытия рухнули но все еще виднеются лампы тогда обалдеть и даже провода и сразу же от этого здания напоминающую казарму идет вот такая вот тропинка замечательный давайте посмотрим вход диком и волга комаров да это какой-то интересный ход туннель идет на ту сторону на в длину метров 50 может быть видите окружностью сделан даже сухо не затоплен и дверь ну нет эта дверь обычная значит дверь деревянная значит скорее всего никакой секретности большой не представляла провода ребята брали ок кто-то обогатился на медяжки либо алюмишки ухты а уже земляника постела на ядерном-то хранилище ну что ж подкрепимся дарами природы и пойдем дальше солодка я съел и только потом заметил что там котешки кабана рядом ну ничего страшного экологически чистый продукт помывочную что ли какая-то ребят если кто будет смотреть кто служил напишите в комментариях пожалуйста кто узнает кто вспомнит что это такое ну да похоже какой-то какая-то баня похоже на какую-то баню я уж издалека подумал человеки сидят нет это имитация человеков о даже советский китель советскими нашивками ты смотри на целая базы костер жгут есть что сырощи плесенью пахнет вот тут что у нас сам пропускник короче сделать лежанки тут у них что может еще электричество есть нифига себе диваны стоят и розетка я в ахуе если честно но тут конкретные нары забудить все может а в сталкера играют охрана соп чернобыльская зона отчуждения международные силы охраны периметра чернобыльской зоны боец идем дальше наверх этой этого бункера так что с посмотрим обзор зарушим так сказать ну построены капитально я ничего не могу сказать но ходить стремновато не каждого человека могут выдержать ну вот видите союз распался ракеты вывели в конце 80-х годов одни развалины остались а развалины все равно продолжают приносить пользу людям и слева и справа от меня груды кирпичей в кустах очень жаль конечно что такая плохая сохранность но давайте посмотрим вот это так ров что тут у нас интересно да очередные развалины когда-то чем-то было но ни надписи ничего не сохранилось кирпич зато хороший и мы идем с вами в самую секретную зону части где непосредственно и располагались и хранились эти ядерные ракеты так ну вначале посмотрим вот тут какое-то здание нам потом налево а тут вот остатки какие-то арки какой-то ангар возможно тут была какая-то перегрузка с одних машин непосредственно ну которые транспортные доставляют в этом ангаре на боевые уже на которых располагались эти ракеты ну поправьте меня в комментариях если что вы же понимаете я же не профессиональный ракетчик но примерно предполагаю что после того как ракеты доставляли сюда на базу делали перегрузку с транспортных машин на непосредственно пусковые установки вот какой-то ангар был да ну тут тоже ничего особо нечего смотреть когда-то данным давно я сам и служил в местах где располагалось подобное воинское соединение ракетных войск это было под Сморгонью потому примерно мне эта типовая схема знакома вот так выглядит сейчас это место после вывода ядерного оружия здесь дислотируются подограничные войска а вот так место где я сейчас нахожусь сама часть была разделена на три зоны и чтобы попасть из одной зоны в другую нужно было получить пропуск ну и в самую секретную, в третью часть, в третью зону насколько я знаю обычные срочники доступа не имели где находились сами ядерные ракеты там только служили офицеры тишина вокруг только птицы поют и ты ходишь среди вот этого леса ребят, ну я думаю все-таки найдется человек, который здесь служил и он поведает, что-нибудь уточнит обязательно буду рад так что пишите, не стесняйтесь так, а вот совсем свежие следы я здесь еще не ходил очередной остатки здания нас встречают непосредственно у самих бункеров и вот тут левее и правее вроде бы сейчас посмотрим находятся сами укрытия для ракет вот посмотрите характерный бугор он и в то время был зеленый, конечно и вот тоже вон он вот туда заезжали эти машины с ракетами дорога бетонная что ж вы плиты еще бетонные-то не украли ну что, давайте зайдем в ангар слева запах такой как будто метро как будто в метро находишься так ну тут тоже что-то уже выложили из современного чекушки от лигеря и что-то красное ух такое эхо это наверное что-то с вентиляцией было да, видите как сделали качественно что до сих пор все держится так вот какая-то там надпись есть условия и режим хранения написано так, мне очень сложно разобрать что заросло молодыми елками клещей бы не набрать зато воздух чистый фу, супер посмотрите, здесь вырубка тоже вырубили лес вот да, вот пилили свеженькое вот так вот все это дело выглядит там вот очередной ангар там какие-то у нас остатки конструкции тоже и вот видите такой характерный пригород тоже как один из бывших ангаров ну вот он и клещ пожалуйста иди-ка ты, дорогой, отсюда хоть я и брызнулся от клещей но все равно вроде пока больше нет вот полавил по кустам сквозной проход интересно там пиковый был а тут можно было выехать куда-то а вот на полу на полу изнеются остатки красные как битумом что ли залит была разметка для движения техники вот остатки надписи АДО 50 воля обо смерть пожалуйста ну добр воля обо смерть так само справа потребная еще меня интересует вот эта вот загадочная конструкция метров 200 до нее 300 что это там такой за бункер давайте взглянем ну заодно посмотрим на вот эту конструкцию здесь такой же очередной бункер возле этого здания не думаю что стоит уже туда там заглядывать все однотипно так и опять некогда манекен человека забинтованный ну хоть и чаще охранялось конечно прилично но я не думаю что это прям уже пулеметная какой-то что тут о трупы лежат здорово ова так что есть это младший сержант советской армии иванов зарушенный вид сверху крыша и вот наши бункера один второй третий все со снятыми герма дверями которые имеют приличную толщину но это явно периметр даже по карте я смотрю что я достиг окраина части ну и напоследок давайте все-таки заглянем еще один бункер здесь мы не были опять же запах как в метро как в минском метро вот вы можете представить каких масштабов имела машина которая завозила сюда эти ракеты метров 5-6 высоту точно бункер когда у меня на канале выходит видео подобного плана про путешествия по Беларусь об интересных местах это всегда волнительно всегда волнуешь изучаешь исторические документы ищешь чтобы переживаешь что тебя ждет на новом месте действительно особое такое чувство которое знакомо наверное только ну как сказать путешественникам я не считаю каким-то там исследователем нет конечно это ролики о путешествиях о том что было потому что это надо знать это надо помнить здесь служило много людей которые спали в своих казармах и думали о родине потому что союз был большой и служить людей привозили из разных стран с одного конца союза на другой перебрасывали и вот всегда я думаю что же снилось этим людям которые служили здесь о чем они мечтали что происходило тут в общем как-то так ну надеюсь было интересно хоть и сохранность плохая ну это потому что в конце 80-х годов были были выведены войска и сразу же снята всякая охрана стали дергать кабеля вырывать все местные стали вывозить кирпич кирпич добротный ну плиты бетонные конечно без специальной техники такой не поднимешь делится хлопотное но кирпичи исправно разносили потихоньку возвращаются в исходные точки и у меня впечатление действительно сильное вы знаете стоит вот так вот все-таки посещать такие места не только культурные но и такого военного очень сильное впечатление сложно передать на камеру когда видишь вот эти бункеры сколько денег здесь было вкинуто в это все как-то так все ребята спасибо вам за просмотр пишите в комментариях обязательно свои впечатления предлагайте посетить интересные места спонсорам канала тоже отдельное спасибо именно благодаря им возможно съемки роликов подобного плана всем спасибо до следующих роликов пока пока пока